История России. Тема «Внешняя политика России на рубеже веков». Итак, принцип невмешательства не был выдержан оператором Павлом. Отвлеченные чувства законности и страх подвергнуться нападениям со стороны Франции заставили Павла воевать с французами. Личное чувство обиды заставило его отступить от этой войны и готовиться к другой. Элемент случайности также силен был в политике внешней, как и в политике внутренней. И там и здесь Павел руководился скорее чувством, чем идеей. Платонов, российский историк XIX – начала XX века. Монаршая солидарность. Горя желанием восстановить потрясенные троны и оскверненные алтари, Павел I, тем не менее, в начале своего правления отказался от участия в войне с Францией. Экономическое и финансовое положение страны после тяжелых войн, которые вела Екатерина II, было подорвано. Огромные средства поглотили фавориты. Павел посчитал за благо объявить о своем желании дать стране отдых. 60-тысячный корпус, который должен был по замыслу императрицы двинуться на помощь противникам Франции, остался в пределах империи. Однако великая европейская держава Россия не могла долго оставаться в стране от происходившего. С установлением во Франции власти директории революционной войны окончательно переросли войны захватнические. Франция перекраивала карту Европы в свою пользу. Это затрагивало имперские интересы России и в конце концов побудило Павла I присоединиться к антифранцузскому союзу в составе Англии, Австрии и Турции. Поталкивали Павла к подобным действиям и событиям в революционной Франции. Для русского царя монаршая солидарность была не пустым звуком. В 1798 году генерал Наполеон Бонапарт отправился завоевывать Египет. По дороге французский флот захватил Мальту и изгнал с острова рыцарей Мальтийского ордена, официально покровителем которых был российский император. Павел I страшно оскорбился этим и стал готовиться к войне с Францией. Был заключен в союз с Англией и Австрией, которая не могла примириться с успехами директории в Швейцарии и Италии. В войну готовилась вступить и Турция. После потери Египта и ряда других территорий она обратилась к России за помощью. Военные действия предстояло вести на суши и на море. Возник вопрос о главнокомандующем. Вена потребовала, чтобы во главе объединенной армии встал фельдмаршал Суворов. И это при том, что доля австрийцев в союзной армии была много выше. Тем не менее Австрия хорошо помнила, кому она была обязана своими победами в войне с Турцией. Но Александр Васильевич уже два года как был в Апале. Не будучи царедворцем, Суворов открыто высказался против военных реформ Павла I. Особенно ему не нравилось стремление во всем подражать прусской армии. Павел удалил фельдмаршала из армии. Считалось, что навсегда. Но слава и военные гений Суворова оказались сильнее царского гнева. Императору пришлось пойти навстречу союзникам. Фельдмаршал был возвращен из ссылки и поставлен во главе союзных войск. Участие России в антифранцузской коалиции. В апреле-августе 1799 года состоялся знаменитый итальянский поход Суворова. На этот раз русским пришлось столкнуться с первоклассной армией, во главе которой стояли талантливые генералы, выдвинутые французской революцией. Русские солдаты-офицеры доказали, что они не только ни в чем не уступают своему противнику, но и превосходят его. В продолжении всей кампании Суворов навязывал противнику свою волю, опережал мыслью и действием. За месяц была освобождена Северная Италия. 16 апреля французы были разбиты на реке Адди. На следующий день открыл свои ворота Милан. 15 мая русские войска вступили в столицу Пьемонта-Турин. Наступление застоприлось по вине высшего военного совета Австрии, которому Суворов должен был подчиняться. В итоге проволочек для союзных войск возникла угроза быть зажатыми в клещи армии Марой, спешившей к нему на выручку армии Макдональда. Но Суворов не дал им соединиться. Он решил разбить своих противников поодиночке. Для этого русским пришлось за 36 часов пройти 85 километров и утром 6 июня обрушиться на полки Макдональда. Сражение на реке Требия продолжалось четверо суток. Французы генерала Макдональда были разбиты и отброшены. Союзники потеряли свыше 8 тысяч человек, французы – 18 тысяч человек, более половины армии. 4 августа союзные войска вновь встретились с французами у Нави. Сражение отличалось необычайным упорством сторон. И вновь французы были разбиты и беспорядочно отступили. Успехи Суворова привели в замешательство союзников. Австрийцы опасались усиления влияния России, а вместо наступления на Париж Суворову было приказано идти через Швейцарию на соединение под Цюрихом с корпусом генерала Римского-Корсакова. Швейцарский поход Суворова. В сентябре 1799 года фельдмаршал Суворов двинулся прямой дорогой через Альпы. Французские генералы надеялись легко остановить продвижение Суворовской армии, ведь на пути русских было множество препятствий. Чего стоили только узкий Урзернский тоннель и чертов мост над 30-метровой пропастью, на дне которой бесновалась река Ройс. Однако их надеждам не суждено было сбыться. 13 сентября суворовские солдаты выбили французов с Сен-Гатардского перевала. Карабкаясь по отвесным скалам они обошли Урзернский тоннель, после чего обрушились на неприятеля и заставили его отступить. 14 сентября был преодолен Чертов мост. По нему перешли, перекинув под огнем противника через взорванную арку бревна, стянутые офицерскими шерфами. Прав оказался Суворов, утверждавший, что его чудо-богатырей ничто не может остановить. 15 сентября армия достигла Люцернского озера. Здесь выяснилось, что дороги больше нет, о чем австрийцы намеренно не известили союзника. Но русская армия спешила на помощь своим, и Суворов двинулся горными тропами через Ротокский перевал. Путь лежал на высоте почти в 2,5 тысячи метров по 100 русской тропе, что армии пришлось идти гуськом в течение 12 часов. В это время в Мутенской долине часть войска Суворов позади главных сил три дня вела неравный бой с армией генерала Массена. 7 тысяч русских сражались с 15 тысячами французов. Русским удалось не только сдержать неприятеля. 20 сентября они перешли в наступление и разбили его. Одних пленных было взято около двух тысяч человек. Сам Массена едва избежал плена, оставив в руках русского гренадера золотой генеральский эпалет. Тогда же Суворов узнал, что корпус римского Корсакова разбит, а город Швиц, куда двигались его полки, занят неприятелем. Положение казалось безвыходным. Все пути перехвачены, люди измучены и оборваны. Припасы на исходе. Австрийцы вероломны, Альпы гибельны. Но о капитуляции не могло быть и речи. Суворов поворачивает на юг, чтобы через перевал Прагель прорваться к австрийской границе. Этот путь был столь трудным, что проводники отказались сопровождать армию. Солдат-офицеров донимали непогода и холод. Снежные заряды били в лицо, вынуждая идти почти на ощупь. Шли козьими тропами, прижимаясь к отвесным скалам, чтобы не свалиться в бездну. Перед крутым перевалом пришлось заклепать и оставить пушки. 26 сентября войска спустились в долину. Поход был завершен. За 17 дней армия Суворова совершила беспримерный переход и одержала несколько блистательных побед. Даже император Павел I, не любивший Суворова и моливший фельдмаршала спасти только честь, должен был воздать должное полководцу гению. Суворов не только спас честь и приумножил славу русского оружия, не только сохранил армию и привел в Баварию с оружием и знаменами 15 тысяч человек. Потери убитыми и ранеными составили около 5 тысяч человек. Он продемонстрировал всему миру невероятную силу русского духа, солдата, способного одолеть даже саму природу. За швейцарские и итальянские походы Суворов получил звание генералиссимуса. Французский полководец Массена признавался, что отдал бы все свои военные компании победу за один только альпийский поход Суворова. Не менее успешно действовали русские моряки под началом адмирала Ушакова. Русско-турецкий флот вошел в Адриатическое море, где приступил к освобождению Ионических островов. В феврале 1799 года русский десант взял считавшуюся неприступной крепость на острове Корфу. Далее военные действия переместились в Италию. Корабли высадили десант, который с боями очистил от французов Няполь. Ушаков был готов к освобождению Рима, но на этот раз союзники его опередили. Наука побеждать. Русская история, 18 век, век героев, эпоха безграничной веры, возможности силы и разума. Великий полководец Александр Васильевич Суворов не был похож на богатыря. Невысокого роста, худощавый, почти тщедушный. Однако в национальном самосознании не блестящие фавориты и баловни фортуны, а именно Суворов настоящий богатырь воплощения героизма русской удали. Современники отмечали, Суворов настолько же генерал, насколько и солдат. В нашей истории он навсегда солдат-фельдмаршал. Почему к Суворову так тянулись солдаты-офицеры, хотя служба рядом с ним была беспокойной и трудной? Почему ему так беззаветно верили? Дело его высокой требовательности. Суворов строго спрашивал по долгую званию, но самого себя вдвойне. Ведь так сложилось, что он стал офицером только в 26 лет, когда большинство сверстников уже ходили в высоких чинах. Но Суворов не пал духом, и он начал свой воинский путь неспешно, зато всех обогнал и в чинах, и в славе. Истину о пользе знаний Суворов воспринимал на свой манер. В детстве он прочитал все доступные ему книги, имевшие хоть какое-то отношение к военному делу. Он постоянно расширяет свой круг чтения. Генералу необходимо непрерывное образование себя науками с помощью чтения, утверждает он, и в 60 лет сдают экзамен на Мичмана. Он учит языки немецкий, французский, итальянский, польский, финский, турецкий, арабский. По знаний Суворова математики, философии, географии, истории были столь фундаментальны, осуждения так оригинальны, что ученые и собеседники лишь изумлялись. Сила Суворова всегда видеть в солдате человека. Век крепостничества — это был редкий талант. Отсюда происходит многое из того, что умели делать только Суворов, его чудо-богатыри, солдаты, и почти не умели все остальные. Если он ввел солдат в атаку, уже ничто не могло сдержать их. Ни на словах, а на деле берег Суворов русского солдата. Ветеранов знал по именам, новобранцев поощрял похвалой за старание. Для него понятие «отец солдатом» имело прямой смысл. А между тем, на все вопросы современников, как ему удается так просто находить общий язык с низшими чинами, он бесхитростно отвечал «люби солдата, и он будет любить тебя». Как военный теоретик Суворов предельно точно сформулировал универсальные принципы победы. Как практику он блестяще воплотил их в жизнь, соединив с национальными особенностями русского война. Его принципы глазомер, как умение правильно оценивать обстановку, характер местности, времени, быстрота, как опережение неприятеля во всем, мыслью, решением, действием, натиск, как навязывание воли и сокрушения, до сих пор остаются ключом к победам, завещанным великим полководцем, защитникам Отечества. Сближение с наполеоновской Францией Поведение союзников, заботившихся только о своих интересах, возмутило Павла I. Император резко изменил внешнеполитические курсы, вступил в переговоры с Наполеоном, захватившим власть во Франции. Быстрота, с которой произошла эта перемена, повергла всех в смятение. Однако за этим стоял не просто каприз императора. Ярый противник революции Павел одним из первых понял, что Наполеон не меньший сторонник твердого порядка, чем он сам. Это понимание стало основанием для сближения с Францией. Первый шаг сделал Наполеон, отпустивший без всяких условий пленных русских солдат-офицеров. Павел охотно принял жест великодушия. Для русского дворянства, которое продолжало видеть в Наполеоне порождение якобинской заразы, мотивация императора была абсолютно непонятна. Масло в огонь подлило обострение отношений с Австрией и Англией. На Балтике началась настоящая необъявленная морская война с Англией. В русских портах задерживались английские торговые суда. Конфликт с Англией подтолкнул к еще более решительному сближению с Францией. В Санкт-Петербурге и Париже заговорили о военном союзе. Павел даже приказал донским казакам двинуться в поход в Индию. В такой атмосфере всеобщего смятения и недовольства и стал вызревать заговор против императора. Активным его участником до высылки из столицы был английский посол, финансировавший заговорщиков. Заговор против Павла I. Политика императора Павла I вызывала острое недовольство дворян. Павел имел дело совершенно иным правящим сословием, чем Петр I. Перемены, происшедшие в годы правления Павла, были восприняты как ущемление коренных интересов дворянства. Сближение с Наполеоном не одобрялось общественным мнением. В представлении русских дворян Франция оставалась рассадником революционных идей. К тому же разрыв с Англией ударил по материальному положению помещика, ведь Англия покупала в России сырье и сельскохозяйственную продукцию. Стремление императора регламентировать частную жизнь вызывало возмущение. Дворянство ощущало себя оскорбленным и униженным. Склоняясь в подобострастном приветствии перед императором, за глаза столичные аристократы величали его тиранам. Павлу I всюду мерещились заговорщики. Подозрительность императора распространилась даже на его старшего сына Александра. Между тем опасения Павла имели основания. Заговор возревал в его ближайшем окружении. По сути, возглавил его губернатор Санкт-Петербурга граф Пален, которому Павел доверял. А любопытно, что незадолго до переворота император вызвал к себе Палена и прямо спросил, что он знает о заговоре. Пален ответил неожиданно. Он не только знает, но и сам стоит во главе заговора. Затем губернатор пояснил опешившему государю, что сделал это, чтобы контролировать заговорщиков, среди которых сыновья императора Александра Константин. Расстроганный Павел обнял Палена и тут же велел арестовать великих князей. Между тем, граф Палена использовался ситуацией, чтобы получить от наследника согласие на переворот. Дело в том, что Александр, оповещенный о заговоре, колебался, не желая выступать против отца. В свою очередь, заговорщики также не решались действовать без согласия будущего императора. Нужно было думать о последствиях. Теперь выбора не было. Губернатор явился с императорским приказом. Надо было решаться, сейчас или никогда. Александр согласился на низвержение отца императора. Условием согласия являлось требование сохранить отцу жизнь. Трудно сказать, было ли это наивностью или лицемерием, ведь бескромных переворотов в русской истории почти не было. Рано или поздно, но поверженного властителя убивали. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года заговорщики ворвались в спальню Павла I, расположенную в только что построенном Михайловском замке. Император надеялся, что за крепкими стенами дворца, отгороженными от улицы рвом и караульными будками, ему удастся избежать опасности. Но спасают не стены, а люди. Укрепленный дворец стал мышеловкой. Ворвавшаяся в царскую спальню толпа перепуганных заговорщиков не сразу обнаружила императора. Он спрятался за экраном, который загораживал камин. Об обещании данным наследнику никто, естественно, не вспомнил. Заговорщики набросились на отщедушного императора и расправились с ним. На утро было объявлено о неожиданной кончине императора Павла I от апоплексического удара. Санкт-Петербург встретил это известие ликованием. Вступивший на престол Александр Павлович пообещал править, как при бабушке Екатерине II. Но, разумеется, возвращение к екатериновским временам уже было невозможно. Короткое правление Павла I окончательно размежевало два века, две эпохи. Наступила эпоха императора Александра I. Подведем итоги. Основным направлением внешней политики Павла I было европейское. Итальянские и швейцарские походы русской армии укрепили военные позиции России, но обострение отношений с Англией привело к смене внешнеполитических ориентиров. Из письма Суворова своему крестнику Александру Карача о том, каким должен быть военный человек. Достоинство – военная суть, отвага для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала. Но они должны быть руководимы порядком и дисциплиной, управляемой неусыпностью и прозорливостью. Будь чистостердечен с друзьями, умерен в своих нуждах и бескорыстен в поведении. Являя искреннюю ревность к службе своему государю, люби истинную славу, отличая любочести от надменности и гордости. Приучайся с измольства прощать погрешности других и никогда не прощай их самому себе. Обучай тщательно своих подчиненных и во всем подаваем пример. Упражняй непрестанно глаз свой, только так станешь великим полководцем. Умея пользоваться положением места, будь терпелив в трудах военных, не унывать неудач, умея предупреждать случайные обстоятельства быстротой. Различая предметы истинные, сомнительные, ложные, остерегайся бездременной запальчивости, хранив память имена великих мужей и подражая им с благоразумием в своих военных действиях. Ни приятеля не презирай, какого бы он ни был, зная, в чем он силен и в чем слаб. Приучай себя к деятельности неутомимой и повелевай счастьем, один миг иногда доставляет победу.